Что, друзья, у нас тут лужи стоят, был сильный дождь, но вроде бы сейчас погода налаживается И дальше обещают хорошую погоду, целую неделю хотя бы как минимум И начинаем потихоньку, начинаем крышу делать, помогает папа класть Маурлад Вот начали, уже несколько брусев положили, вот положили вот эту сторону И вот здесь два бруса, не доходя до конца И Маурлад без всякого армопояса, без всего прочего, просто я кладу его и притягиваю проволокой То есть бурю дырку, отверстие и притягиваю проволокой То есть в чем проблема, я здесь не вижу, беру проволоку, заматываю, то есть здесь тоже никаких проблем Примерно креплю в четырех местах по краям и по центру еще два, вот у меня отверстие пробурено И здесь будет самый край, здесь тоже окну ничего не помешает Здесь все окно, все встанет нормально, тут ничего никуда не выступает Все равно есть зазор между окном и перемычками, поэтому, ну блин, в чем проблема? Проблем не вижу Дальше сегодня уже будем делать вот то место Дальше, и там вот еще брус у меня лежит, сейчас покажу Под маурлат кладу рубирует, естественно Зачем? Не знаю, гидроизоляция, что под стены не мог, или чего не мог, фиг знает Вот здесь у меня лежит брус, я его прямо манипулятором сюда наверх закинул И уже по крыше растаскиваем необходимые места Вот положено, но еще он так просто лежит И потом на центральной тоже будут все это держать Так что, вот такие вот проволоку использую Обычную, шестерка, по-моему, проволока Нарезаю вот на такие вот куски И в дальнейшем покажу Так ее буду наматывать, потому что я набурил вот здесь Тоже за край будет, вот белая отметка стоит примерно, чтобы было в центре И где-то вот сейчас здесь вот отверстие просверлил Все это покажу, как проволоку я заматываю, закручиваю Самый простой способ, без всяких там монтажек и без всего прочего Простая самоделка Поэтому делаем маурлат и потом уже буду им стелить перекрытие Это просто доска-двадцатка, которая встанет торцом Здесь они будут вот так вот наложены Там они будут вот так вот наложены И доски уже приготовлены, лежат свеженькие Ну здесь еще половина только, еще столько же Здесь пять кубов доски И еще нужно столько же Это сразу на стропильную систему и на перекрытие Так, вот в мои просверленные отверстия вставил проволоку С помощью молотка я ее сделал Выпрямил, чтобы она была более-менее ровной И загнул у нее концы, вот так вот загнул Теперь вот так вот я их свожу И у меня специально приспособа вот такая вот То есть это можно взять хоть что-то Это просто такой формы-булуголок Но тем не менее он удобен такой формы как раз Потому что тут рычаг большой получается, удобно крутить Все два отверстия, это вот так вот вставляется До вот этого места и начинаешь крутить Вот так вот вставляем Видно нет, потому что Здесь мы поставили рядом с собой, чтобы они грозны все Все вставили и начинаем затягивать Вот так вот И все это периодически подбивать Нужно будет, чтобы это все поднатягивалось Тут вот эти вот все места, где еще неровно У меня все их подбиваем Выравниваем проволоку, чтобы она по максимуму везде дотянулась Подбили Подкрутили Еще там где Смотрим, если где-то еще надо Еще подбили Ну и затягиваем Пока у нас затягивается То есть главное не перетянуть Чтобы у нас получается затягивалось Проволока затягивалась, а не накручивалась Сама вокруг себя Смотрим Ну-ка Ну вот В принципе Дотянулась Дальше снимаем Эту рогатину И все У нас готовый узел Раздвигаем это Я потом все Пройдусь Отрежу этим Ну щиптами Болторезом все Вот и все Никаких там монтажек Никаких там кручения Проще простого Ставил Закрутил Готово Доски я себе Сюда вот Манипулятором Подал Наверх Оттуда Снизу То есть Сейчас у меня доски Которые На Перекрытие Идут Лежат наверху И мне их нужно только растаскивать И так Как у меня все Делается Каким образом Все элементарно И просто И никаких сложностей В этом нету В общем Смотрите Мой брус лежит И вот так вот Я накладываю Просто доски На ребро Ставлю Они кладутся Там Тут Там вот следующая У меня Перегородка Здесь Здесь Часть других досок Кладется Вот до той Перегородки Ну и там дальше Так-то я наложил Тут ходить Сегодня Начну тут Потихоньку Настил стереть Ну и там дальше Тоже Там вообще У меня вот Сращиваются Одна туда Проходит И там вообще Две Потому что У меня там Пять метров Пройдет Там большое Пройдет Те доски Вообще На болты Сращиваются Ну это типа Вместо бруса Вместо чего-то еще И считать У них Разную направленность Волокон В разные стороны Ну короче Почти Клеенный брус Так Крученный На болты Все выдержит Все Проблем Нет никаких Во всех местах Вот скручиваются То есть Стягиваются Чтоб одинаковое Расстояние Между ними Было Здесь То же самое Вот идет То есть Здесь вот Первая доска Прихвачена Вот это Потом будет Еще равняться То есть Это выровняется И будет Притягиваться Уголком К перегородке И заодно У меня как раз Перегородка Поправится По вертикали Чтоб она вертикальна Была То есть Вот о чем я и говорил То есть Перегородку Тоже поправляю Вертикально По уровню И прикручиваю То есть Отмеряю расстояние Прикручиваю Все Держится везде Все Все полностью Скрипалено То есть Никаких этих Тут тоже Также будут Все скрипали Но все Здесь единственное Вот так вот Пойдут они Потому что Здесь вот так вот Некуда их класть Они вот так вот У меня пойдут Вот как вот Здесь вот Начало И в конце Я делаю Сегодня Привезут доску Заборную Вот из которой Забор поставился Такую же доску Я просто ее сюда Наверх Настилю И прикручу Саморезами К Доскам К этим уже Которые на ребре стоят И потом Просто Вот у меня потолок Можно сказать Будет И потом Я снизу Запихаю вату И еще Пленкой все Сделаю То есть Вообще Шикарно Будет Здесь можно Будет ходить По потолку Снизу Вата Пленка Все держится Все Здесь никакой Нагрузки Не будет То есть Максимальная Нагрузка Это я Человек Буду ходить Потому что У меня Вот Капиталка Вся крыша Будет опираться На капиталку И расходиться В те стороны Вся четыре Останая Вот нагрузка То есть Здесь Никаких Плитвений Ничего Не надо Вот Все Элементарно И просто Вот почти Все Перекрытия И готовы Почему почти Все Потому что Здесь Не сделана Еще часть Перемычек Вот таких Между Досками И В принципе Все доски Уже Лежат Осталось Только Сделать Перемычки Здесь Даже Лежит Брус Центральный На котором Будет Опираться Крыша Вот они Все Здесь Мы шли Вот так Вот Это все Мы делали С папой Ну Все Доски Клади Здесь Мы шли Вот так Вот Как я Говорил А здесь Пошли Вот так Вот От стены До стены Этот Продет Получился Достаточно Длинный Но Как я Говорил Нагрузки Здесь Никакой Ни на что Нет Поэтому Тут Без разницы Здесь Крепится К брусу Здесь На подвесы Все Все Отлично Все нормально На подвесы Здесь Двойная доска То есть Никаких проблем Нету Здесь Просто так же Вот как И к остальному Брусу Здесь Вообще У нас Двойная доска Везде идет Чтобы усилить Потому что Продет Большой 5 метров И она Скреплена На болты Вот здесь На 12 Болты Здесь Скреплена На 120 Болты А здесь Три доски Вообще Скреплены На болты На 180 Болты 12 На 180 Поэтому Проблем Никаких Нету Ну и здесь Дальше Тоже На болты Три доски Скреплены То есть Это такая Конструкция Ну блин На 100 100 на 200 Лежит Считайте Короче Ну опять же Никакой нагрузки Нету Единственное Что продает Большой Поэтому Пришлось Так сделать Здесь Перемычками Все скреплено И я постелил Уже вот до сюда Вот Настил Во всей этой части Вот Отступил От стены Расстояние Для чего Для того Чтоб Было удобнее Делать Ну стропедовую систему Чтоб не было Когда Вот так вот Будут идти Под углом Чтоб подбираться Вот в этой части Было ко всему удобно Ну и потом Здесь Утепляет Всякая позиция Ну короче Это потом Можно все Заделать Поэтому Здесь два ряда Здесь доски Просто внахлёст Идут Досюду Вот доски Где-то Заканчиваются А отсюда Уже следующая доска Делать внахлёст Обычная доска Как я и говорил Заборная 2000 рублей Куб Здесь у меня Я заказал 4 Куба Это 4 куба Где-то мне приехало Я ее Немного Протупил И выгрузил На улице Выгрузил Вот здесь Хотя ко мне Машина подъезжала Прямо вплотную А я ее скидал На улицу Теперь я с улицы Закидываю Через окно Сюда И отсюда Уже закидываю Туда Хотя мог Сделать проще Из кузова Машины Перекидать Сразу Через окно В дом И было бы Намного легче Ну как-то Вот так вот Там постелил Уже все И началось Раз здесь Немного Раскреплено Деревянные 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 перегородки Я у себя Сделал Теперь Мне ставили двери Межкомнатные И у меня все Ходуном Вся перегородка Ходила Не знаю Как уж там Делали Но вот Все Супер Надежно Супер Потесная Конечно Есть Это как бы Дерево Оно немного Играет Но Куда Чтоб что-то Болталось То есть Сильно Колотить Ну и плюсом Все эти еще Доски Которые Перекрытия Связались Между собой Вот этими Досками На 4 Раз Два Три Четыре На 4 Саморез На 4 Самореза Поэтому тут Вообще Никаких проблем Ну и все Вот она Конструкция Самая простая Потолка Вот он Потолок И теперь Сюда Ну это Крыша Получается Потолок Теперь сюда Подождется Просто Ватой До досок Запихая Ватой И будет Покрыта Пленкой Все 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 элементарно Просто Не знаю Че умудрить И отлично Будет сверху Скоро будем Стропидную систему Стоять И потом Когда все это Будет положено Еще сверху Я буду засыпать Скорее всего Опилом Ну наверное Опилом На данный момент Пока Там Будет уже видно Сегодня Продолжая У нас погода Не радует Сегодня У нас 9 Августа И у нас Сегодня шел дождь Хотя Вчера Мы просто В одних шортах Без майки Без всего Работали А сегодня Уже холодильный И уже Даже оделся Такой вот Урал За что я его Не люблю Вторая партия Досок окончательный Привезена Часть 10 Дюймовка Там На обрешетку И крыша Потихоньку Начинает ставиться Отсюда кажется Что такая Такая маленькая Вот эта вот длина Ну это 3 метра Ну да Действительно Кажется Какая-то маленькая Вот И Там поставили Все это Вместе с папой Сделали Брат помогал Ставить Сейчас Поднимусь Вот Вторая Часть досок Которую сюда Закинули Закидывал фишкой Ездил Вообще На Урале За досками Потому что там Плохо было проехать И удобно Он раскидал Здесь Накидал сюда Потому что Раскидал там Потому что Все равно Надо будет Часть распиливать Которые Не все будут Одинаковой длины И вот Система Наша Это пока все Распорки Все будут убираться Вот эту вот Хрень Мы ставили Втроем Я папа И брат Помогал Вот эти Уже Вдвоем С папой Тоже все пока Придерживаться Все это Делается И тоже Тут не до конца Сделано Потом будем Доделывать Ну это Достаточно Тяжелая штука Получилась Тут Семиметровая Доска Нарощена Вот здесь Вот Срощена Поэтому Тяжелая Ждем Тестя еще Моего Чтобы он Помог Все сделать Здесь Почти Всю крышу Застелил И хочу сказать Что даже Вот Вот смотрите Вот Вот у меня дом Вот центр города Вот Тут заброшка Тут Тут вот Заброшка Тут заброшка Тут заброшка И получатся И получатся Строю И получалось Так Что даже Здесь В центре города Умудреться Залазить В дом Например Залезли Здесь вот Начеркали Вот Нарисовали Тут Всякие Писюны Какие-то Вот эти Вот Нарисовали Вот здесь Пластина Лежала Кстати Не помню Сколько у меня Их оставалось Наверное Две как раз Оставалось Вот здесь Обвели ее Карандашом Карандаш Кстати Где-то у меня Пропал Наверное Они его тоже Забрали Но Что удивительно Ничего не забрали Забрали только Наверное Карандаш И то Может быть Он где-то И есть Вот Получается Сложу с крыши Досок накидал Что-то делать Гвозди Будут у меня Наверху Рассыпаны Этот вбит Гвоздь Здесь вот Пачка С гвоздями На 150 Здесь стоит Она была Наверху И часть Я у себя За оградой Нашел гвоздей Сейчас вот Хожу гвозди Собираю Именно Напакостили Здесь вот Открыли У меня Литол стоял Здесь что-то Наковырялись Оставили Эту Мою заворачивалку Вронили Здесь вот Крыса Дохлая Откуда-то валяется Судя по тому Что она Разорванная И вот Кто-то сюда Скорее всего Притащил Лопата Здесь вот Тоже Вот это вот Так не было Они вот так вот Стояли Эти Здесь тоже Уже кто-то Сделал То есть Дебил Еще в другую сторону Сделали Думаю Это стол Наверное То есть Именно Именно Напакостили И это Друзья Учесть Что Центр Центр Города Города Что-то На крысу Не наступил Поэтому Понимаете Как Это все Достаточно Печально Поэтому На зиму Крышу Доделываю Окна Вставляю Двери И сдаю Дом На охранку На его Нафиг Потому что Прут Еще не дай бог Что Мне это Не надо Все Сейчас пока Здесь Хочу перекрыть И уже Ну сначала Прибраться Все это убрать Здесь мусор То что здесь есть Крыс Всяких Гвозди Собрать И уже дальше Потихоньку работать И ждать Тестя Через пару дней Ну что Следующий этап Тоже уже Подходит к концу Это Сделал Свесы Снизу Подшил Все это делается На черновую Снизу подшил Обычной Заборной доской То есть где Как есть щедо Это без разницы Подшил Для того Чтобы зимой Туда ветер Не задувал Ну короче Не зимой А до того момента Как я Окончательно Зашью на чистовую Чтобы ветер Туда не задувал Крышу не поднимал И торцевую Тоже вот эту вот Досочку тоже сделал Из обрезков Ну и Из заборной И короче Там где-то может быть Она неровная Ну короче Она вся неровная Поэтому Особо здесь обращать Внимание не стоит Сделал Все в круговую Здесь Эту сторону Сделал Сделал Ту сторону Здесь вот Видно Вот он Угол Все пошло Здесь где-то Вот например Щеды Это из-за того Что доски кривые И я их как бы набивал Не чисто Вот где у меня Идут Кобылки Ну вот где вот эти выступы А вот она может Там 70 центилетров Здесь почти до конца Доходят И здесь Приколачиваются Естественно Ее потом Изведет И будет криво И все это делал Вот с таких вот Лисов Они Приставные Армянские Всяко Называются Все делал С них Их просто по кругу Переставляли И эту сторону Тоже Всю зашил И осталась Последняя сторона Пришлось здесь Всю Растительность Врубать Потому что у меня Растительность здесь была Вот выше забора Это точно И здесь уже пришлось Такие леса поставить Обычные Потому что Здесь армянские Неудобно ставить Здесь узко И пришлось сделать Вот так вот Здесь к забору Прикрутил палку Здесь на блоке И леса А там просто на фундамент И также на забор Последний этап Последний Сейчас заберусь С крыши Покажу Как все это выглядит Ну Здесь вот Осталось Одну вот эту сторону Сделать И обрешетка Начнется Итак Сижу Я монтирую Видео про крышу И как-то получилось так Что Я показал уже сразу Готовую стропливную систему И не рассказал Что как у меня сделано Так вот Пытаюсь записать это видео Уже раз пятый Наверное Сегодня у нас Восьмое января На улице Шестнадцать Потеплело Вчера Двадцать четыре было И даже вчера пытался Пришел со ста процентами Заряда телефона И он просто Съемки видео За За минуту сорок Сел Выключился И так я и не смог Сегодня с пауэрбанком Здесь Поэтому Для вас снимаю И так У меня крыша Опирается на Центральную Несущую стену На стене Лежит Брус На двести Трехметровый Где-то около того И вертикально Стоят Две Опоры Тоже Из бруса На двести И здесь Лежит Тоже Брус На двести И все И так Ну здесь Он прикреплен Я уже не помню Как он Стоит здесь На всякие На гвозди На все Что можно Приделано Этот Тоже Приделан Вот на Такие Пластины Ну по сути На гвозди Скорее всего Тоже Приколочен Я уже Сейчас Не вспомню Такие Вот пластины Приделаны И вот Стропильные Ноги Крыша у меня Вальмовая То есть Получается Во все Четыре Стороны И Стропильная Нога у меня Длинная Поскольку Потому что Шестиметровой Доски тут Не хватает Она Нарощена Вот Такой Вот Коротыш Небольшой Идет И дальше Нарощена Сама Доска Там Она Доходит До 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 Маурвата Там Маурвата У меня Брус На 150 Лежит А Этот Брус Тоже На 150 Я ошибся Он на 150 Не на 200 На 150 Здесь Тоже Брус Маурват На 150 И У меня Сама Стропильная Нога Вот Доходит До Бруса Лежит На брусе Приделана На уголок И еще Ну на гвозди Соответственно И еще на уголок И уже К стропильной Ноге У меня Приделана Кобылка То есть Это Это Для Чтобы Просто Я Кобылки Потом Все По одному Уровню Уравнял Это Удобнее Чем Если Бы Делать Запилы В стропильной Ноге Вот И все То есть Здесь У меня Вот такие Бруски Снизу Каждой Стропильной Ноги Сделаны Которая Упирается В Маурлат Это Дополнительная Как сказать Чтобы Нога Не уезжала Стропильная Не разъезжалась Здесь У меня Которые Диагональные Их Наверное Лучше Там Светлее Диагональные У меня Сделаны Из двух Досок И Срочены Они Они Срочены Должны Быть Где-то Сейчас Не найду А Ну то есть Вот они Здесь Срочены В общем Короче Внахлёст Вперехлёст Срочены Чтобы Ну понятно Короче Всем Для чего Это делается И Каждая Стропильная Нога Ещё Подпорка Укосена У каждой Стропильной Ноги Сделаны Сделана Которая Упирается Там вот На брусе Стоит И здесь Международная Доска То есть Они как бы Сами в себя Упираются Это Всё нормально Здесь Эти Стропильные Ноги Тоже Упираются С центра И с боков Упираются Тоже В стойку Там Сделаны Здесь У Укосен Сделаны Тоже Подпорки Вот Видно Чтоб Всё Плотничком Было Чтоб Ничего Никуда Не уезжало Ну и Эта Подпорка Просто Здесь Приделана Досочкой Чтоб Не съезжало Где-то Я приколачивал Так Где-то Потом Стал Просто На досочке То есть Где-то Я напрямую Приколачивал Гвоздями К стропильной Ноге Укосен Эти Здесь Вот Даже Видно Доски Немного Разного Размера Но По той Стороне Они Одинаково Сделаны Вот И Всё Такая Вот Стропильная Система Сделана То есть Стропила Подпорки Там Кобылки Там Тоже Эти Досочки Чтоб Не укатилось Вот Как-то Так Сделано Поэтому Считаю Что Доска Здесь На 200 Полтинник Думаю Всё должно Быть Чётко Крепко И осталось Разобраться С кровлей Потому что Она в некоторых Местах Течёт Задувает Вот там Наверху В коньке Задувает Тоже Снег Вот там Видно То есть Мне так Просто Вот там Снег Лежит В коньке Работники Так сделали Буду С ними Уже Разбираться С ними Разговаривал По весне Должны Что-то Приехать Переделать Поскольку За Крышу Я уже говорил Что отдавал В следующем Видео Это скорее всего Будет сказано Что отдавал Деньги Немаленькие Ну и всё И потом На это всё место Обрешётка Сделана А вот видно Здесь кстати Снег Вот как Снег Наметает Лежит Вот это вот Всё снег Наметён Смотря Откуда Ветер С какой стороны Дует Эти К диагональным Трапильные ноги Тоже приделаны Во-первых На гвозди Всё Вся крыша Всегда собирается На гвозди Никаких саморезов Потому что Это Короче Гвозди Есть гвозди Ну а угол И вот такие Вот на 120 Градусов Уголки Перфорированы Это тоже Для дополнительной Поддержки Не знаю Насколько Это Нужны Они Насколько Они Помогут Но Они Приделаны На саморезы На Жёлтые То есть Все Вот эти Вот тоже Укосины Сделаны Это всё Для того Чтобы Крепче Всё сделать Чтобы Как можно Больше всего Наколотить Дабы Было Надёжнее Ну Сверху Вот таким Образом Всё выглядит Здесь Наколачиваю Изначально В общем Наколачиваю Диагональную Бланку Диагональную Вот эту Наколачиваю Здесь Я её Циркулярочкой Вот так Под углом Срезаю Чёб 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 У меня Короче Доска Ложилась Ровно Потому что Если её Сделать Торчит Выше Чем Вот эти Доски И уже Ложится Вот так Вот Примерно Доска Всё Наколачиваю Эту Наколачиваю Со второй Сторон Такую Же Отмеряю Расстояние От дома Которое Не надо Натягиваю Шнурку И уже Потом Прибиваю Вот эти Вот Кобылки Сами Вот эти Вот Их Наживодиваю В одном Месте Все Прохожусь Наживодиваю И потом Иду Второй Гвоздь Проколачиваю То есть Подошёл Её Нагнул Подвёл Под шнурку Чтоб она была Вровень Со шнуркой Приколотил И видно Что вот здесь Вот Например Вот она Получилась Выше Чем Сама Стропила И этот Участок Нужно Будет Снять Рубан Где-то Есть Вровень Где-то Ниже Где-то Выше Хотя Вот эти Все Стропила Они Делались По Уровню Их Все Делали Тоже По шнурочке И Всё ровно Здесь В этих местах Уходит То есть Представляете Если бы Ну здесь Сделано по шнурке Всё нормально Если бы Здесь Я Не делал Кобылки А делал Пропил В стропиле И выпускал То есть Здесь вообще Было бы В конце Очень тяжело Поймать Высоту Всю Чтобы по шнурке И было бы Вот так Вот так Вот так Вот так Всё короче Было бы Неровно Ну и всё Кобылки Наколотил Выровнял Потом Я на них Приколачиваю Вот такие Вот палочки Такие Вот Там На гвозди Садятся Там Понизу Уравниваются И здесь Упираются Вот сюда Ложатся На стену И ещё Дополнительно Приколачиваются На гвоздь К брусу Чтобы Бодомень Не держало То есть Вот у меня Получается Подшивка Не делаю их Горизонтально Делаю их Под углом Потому что Если я их Опущу горизонтально У меня Перекроется Всё моё Окно Потому что У меня Длини окна Достаточно Высоко Окна Метр Шестьдесят А нет Шесть блоков По двадцать Ну короче Не знаю Окна Высокие Или восемь блоков По метр двадцать А Восемь блоков Вот Восемь блоков Вот Считайте Восемь блоков По двадцать Диаметр Шестьдесят Окна Поэтому Достаточно Было бы Проблематично Вот с этой Подшивкой Ну и не Проблематично Окна бы Все перекрылись А так Вполне Нормально Вполне Презентабельно И тут Тоже Все на чернову Задела Она Ну и остается Последняя сторона Доски Сейчас Вот эти вот Боковые Тоже срезал Туда Туда И все Шнурочку Натягивать Со шнурочкой Попроще Можно вычислить По вот этому углу Чтобы они сходились И Натягивать Смотреть расстояние Все нормально Все колотить Все И потом Приколачиваю Первую планку Тоже Об решетке Чтобы было проще Потому что С обратной стороны Потом не подобраться Отсюда сверху Не наколотить А сейчас Уже от этой Можно Полотить И расстояние Вычислить И сделать Метки Ну в общем Первая наколачиваться Чтобы было Проще Так что Вот так И эти Жду Жду Пока металл У них Появится Потому что Крышу Уже Надо Закрывать Сегодня У нас Сегодня У нас 14 сентября Уже Середина Сентября Поэтому Все Дело Облизится К концу